Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И как обещала, снимаю видео о спорте, о своих тренировках. Я вам немножко расскажу свою историю, почему я тренируюсь дома и почему я вам это тоже советую. Сейчас, как никогда, во время карантина нам актуальны домашние тренировки, и многие заходят в интернет и просто в шоке от того, сколько там всего, чем же заниматься и что действительно эффективно. Я сегодня вам расскажу о своих тренировках, которые работают на мне, но прежде всего скажу вам о том, что, скорее всего, эти тренировки не подойдут людям, у которых есть проблемы с сердцем и проблемы с суставами. Также обязательно проконсультируйтесь с врачом либо тренером, дабы избежать каких-то проблем с вашим здоровьем, потому что я не тренер и не врач. Я просто вам советую, рассказываю то, что работает для меня, у меня нет с этим проблем, потому я так занимаюсь. В общем, давайте начну с того, что для меня всегда было каторгой ходить куда-то в зал, ездить, тратить время на дорогу. Во-первых, вы тратите деньги, время. Сейчас это вообще не актуально, потому я вам посоветую сейчас тренировки, которые будут классно работать на вашем теле для того, чтобы привести его в порядок в достаточно короткие сроки. Я занимаюсь дома уже в районе 5 лет и мои тренировки изначально начинались с 30 минут в день и сейчас они где-то час-полтора. Мне так комфортно, у меня выработалась выносливость. Это высокоинфективные и интенсивные тренировки, такие как табата, как кроссфит и так далее. То есть у них есть разные названия, но они все очень высокоинтенсивные. То есть за короткое количество времени вы очень большой темп берете и прорабатываете большое количество мышц. Почему мне нравятся такие тренировки и тренировки по видео? Потому что, поверьте, когда у вас стоит телефон, когда вы тренируетесь сама, это очень сложно смотивировать самого себя, если вы только начинаете. А когда у вас стоит телефон, ноутбук, телевизор, в котором работает человек вместе с вами, и в трудные моменты, поверьте, они подстраивают все так, что когда ты уже готова пустить руки и сказать, боже, ну пошло, оно все к черту, он говорит, давай, ты сможешь. Это очень сильно мотивирует. И я в начале, когда только начинались эти тренировки, я стояла уже, думаю, все, я больше не буду, я больше не буду. И в этот момент в экране просто звучит, давай, ты сможешь, ты сильная, ты хочешь добиться результатов. И поверьте, ты повторяешь себе постоянно 30 минут в день. Ты 30 минут в день занимаешься. Ты не слабачка, ты это можешь, ты сейчас позанимаешься, и все, и ты будешь горда собой. Поверьте, это очень хорошо работает, самовнушение, самомотивация, потому что, что такое 30 минут? Ну, это вообще ничто, действительно. И когда вам сложно, вы просто повторяете это себе в голове. Всего лишь 30 минут, 30 минут, и это очень работает, ну лично на мне. Сейчас вам расскажу о тренировках, из которых я начинала. И постепенно буду вам рассказывать, к чему я пришла и какими тренировками пользуюсь сейчас. Начинала я из тренировок Джиллиан Майклс. Я думаю, многие из вас знают, это американский тренер, у которого миллион уроков просто. И я начинала с ее тренировок похудеть за 30 дней. Вот здесь я оставлю видео этих тренировок. Там есть три уровня. Каждый уровень длится по 10 дней. И вы занимаетесь с утяжелением с гантельками. То есть вы прорабатываете сразу и ноги, и руки, и пресс, и все одновременно, и делается кардио. То есть такая высокоинтенсивная тренировка на все тело. У вас работают все мышцы, очень хорошо подтягивается тело, очень хорошо становятся мышцы в тонусе. Не бойтесь, многие девушки боятся о том, что у них нарастут мышцы. Нет, вы работаете со своим весом и только берете гантельки, маленькие, по полтора килограмма, для того, чтобы вам просто нагружать больше руки. Потому ничего у вас не вырастет, никаких сумасшедших мышц, а просто хорошо подтянется тело. Я советую начинать и с этих тренировок, если вы еще не тренировались. Потому что они более-менее щадящие. Они длятся всего лишь 30 минут. 10 минут идет разминка и растяжка в конце. И также 20 минут тренировка на все тело. То есть получается за 30 минут вы прорабатываете полностью все тело, еще и растягиваете мышцы хорошенечко. Так что советую начать с этих тренировок. Я вам сейчас расскажу про интенсивные тренировки на все тело. И далее буду рассказывать про пресс и про ноги. На руки тренировки отдельно я не делаю. Я не люблю качать руки. Они у меня качаются в ходе всех этих тренировок. Так, первое, с чего начать стоит это Джилия. Также можно начать с канала Тиджин. Это просто божественный канал. Вот здесь вот ставлю. Таня, девочка наша с Украины, с Киева. Она уже очень давно ведет этот канал. Я занимаюсь с ней тоже в районе 5 лет. У нее есть очень классные табата тренировки. Похудеть за 21 день целые комплексы. По 3 тренировки в день. На отдельные группы мышц. Я очень у нее люблю именно ее марафоны. И советую вам начать с марафона табат первого, который у нее есть. Но, все же, достаточно сложно для меня было изначально. Потому что нагрузка и интенсивность там очень высокая. Но, когда вы это делаете, вы чувствуете, как у вас прибавляются силы. У вас прибавляется энергия. И вы действительно становитесь намного выносливее. Так что у нее на канале очень много крутых тренировок. И вы реально можете тренироваться даже по одному ее каналу. И привести себя в порядок. Потому что она просто мастер своего дела. И она очень хорошо выстраивает тренировки. На которых вы думаете. Да, что-то на некоторых. Да, что-то мне не сложно как-то. Ну, не очень. Ну, можно было бы посложнее. А на следующий день просыпаетесь. И у вас болят те мышцы, которые вы даже не думали о том, что у вас когда-нибудь они могут болеть. И они у вас вообще работают. Ну, то есть, очень крутые тренировки. Также недавно я нашла тренировку SWAT. Вот вам покажу здесь. Там тренировка на 9 минут. Тоже высокоэффективная. Но вы ее можете повторять несколько раз. Мне она тоже очень понравилась. Она, кстати, не очень такая энергозатратная. Ну, то есть, она сложная, но средняя. Так что можете заниматься тоже по ней. Давайте теперь перейду к прессу. И расскажу вам о своих тренировках на пресс. Пресс я обожаю качать. Я могу его качать бесконечно, по несколько раз в день. Я просто вот очень люблю. Мне нравится. Первое, чем я качала пресс. Во-первых, в тех тренировках, которых я указывала до этого. Табаты, Джиллиан, SWAT и все остальное. В них качается полностью все тело. И пресс задействован тоже. Но я отдельно тоже качаю пресс и ноги. Потому что хочу добиться там более обширного... Потому что хочу там добиться более рельефа и больших результатов. Так что на пресс я делала изначально вот такую вот табличку. Мне она очень нравится до сих пор. Но мне уже как-то стало скучно. И я поменяла эти тренировки. Но они действительно эффективные. Вы каждый день качаете пресс. И результаты приходят. Вы сначала качаете там по 5 раз, по 10. Вы думаете, да, что там легко. Потом на день 15 вы уже умираете просто от того, сколько вам нужно сделать. Но действительно результат приходит тогда, когда у вас очень жжет пресс. И вот самые сложные поднятия корпуса, которые у вас уже... Вы думаете, что все, сейчас в глаза повылазят. Это самые эффективные будут 3 раза. Потому что не ленитесь и делайте их. Также очень крутые тренировки на том же Ти-джим у Тани. Мне очень нравится ее последняя тренировка на пресс. Там, где она в таком зеленом костюме с драконом на леггинсах. Чтобы вам так понятнее было. Не помню, как точно называется. Вот здесь вот вставлю название. И ссылочки все будут внизу обязательно. Очень короткая тренировка. Но действительно тоже. Вот ощущение, как будто у тебя не горит сильно пресс. Ты делаешь, но терпимо. Но на следующий день ты встаешь и понимаешь, что у тебя прорабатывались те мышцы, которые у тебя не прорабатывались, наверное, никогда. Ты их никогда не чувствовал. Потому я очень люблю эту тренировку. Потому что она действительно прорабатывает полностью весь пресс. Она не накачает вам лишних мышц. Хорошо все подтянет. И мне очень нравятся результаты, которые она приносит. Я ее вот сейчас делаю постоянно. Еще одна тренировка на пресс, которую я делаю сейчас каждый день. Уже, наверное, на протяжении нескольких месяцев. Это тренировка тоже сват. Вот здесь вот вставлю. Мы с Денисом делаем ее вместе. С командером Томом. Я чувствую жжение до сих пор каждый раз. Это очень интенсивная и очень классная тренировка на пресс, которая действительно даст вам крутые результаты. Да, она нелегкая. Но ставьте себе, когда вы ложитесь делать тренировку, когда вы вообще собираетесь ее делать, вы программируете себя на то, что я все смогу, да что там делать вообще. Я все смогу, все нормально. Потому что как только мы себе говорим, боже, это так сложно. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Наш мозг программируется на то, что нам будет сложно. Психосоматика таким образом и работает. Вы ложитесь и думаете, да сейчас я это сделаю, я вообще красавчик, я вообще все могу. Так что вот эти тренировки сват я просто обожаю. Они очень хорошо прорабатывают пресс. Там, по-моему, 10 минут, но там настолько интенсивно, что вы прям будете чувствовать очень хорошо пресс. Он у вас будет прям гореть, гореть. Конечно же, я стараюсь каждое утро делать вакуум. Я забывала, если честно, его делать. Вот делала перерыв, наверное, год я его не делала. Постоянно забывала по утрам. Пила уже стакан воды, а его нужно на голодный желудок. Вакуум нужен для чего? Вот так вот он делается. Есть первый уровень, потом продвинутый. Нельзя делать беременным. Противопоказания вот здесь вот ставлю. Беременным в определенные дни наши женские месяца. И также вот здесь вот ставлю противопоказания. Но для чего нам нужен вакуум? Он подтягивает внутренние мышцы живота, чтобы у нас было вот как подтянут живот постоянно. Чтобы наши внутренние мышцы держали наш живот. Прессом, прокачкой пресса вы эти мышцы не задействуете. Они задействуются только при вакууме. Так что советую тоже каждое утро делать. Я делаю по 7 минут. Уже начинала с 3 минут. Сейчас делаю 7 минут. И все, и целый день вы свободны. А это абсолютно не сложно, абсолютно не больно. То есть, просто уделите этому по утрам 6 минут. И поверьте, результаты очень хорошие. Еще моя мама, когда-то я помню, делала этот вакуум. У нее были прям целые распечатки. Переходим к ногам. Ноги. Тренировка, которую я делаю до сих пор. И которую я нашла еще года 4 или 5 назад. Это тренировка с Дженет Дженкинсон. Ваши ножки будут гореть. И ваши ножки не то, что будут гореть. Они будут пылать. Но попробуйте взять из этого кайф. Потому что тренировка действительно стоит внимания. И она очень хорошо прорабатывает ноги. И она очень хорошо подтягивает, прорабатывает все мышцы. И ваши ножки становятся в тонусе. И красиво выглядят. Самое сложное в этой тренировке, это вторая часть. Потому что она более статическая. И изолирует определенные мышцы. У вас ноги будут труситься. Но я для себя взяла такой один момент. Когда я о чем-то другом думаю. Когда я делаю тренировку. И задумываюсь, не знаю. Когда я там схожу в магазин. Или как там купить то-то. Или какую завтра я одежду надену. Какой макияж сделать. То есть я изолирую свой мозг от мысли о том, что мне больно. И хорошенечко прорабатываются все ноги. Так что очень советую эту тренировку. Прям супер тренировка на ножки. И тоже длится она буквально чуть-чуть. Очень классно, что все эти тренировки длятся короткое время. Но они сложные. То есть мне кажется, лучше 30 минут позаниматься очень интенсивно, чем 2 часа. Карпеть в зале тоже достаточно сложно, мне кажется. Так, следующая тренировка. Это на канале Ти Джим тоже у Тани. У нее есть марафон. Называется ножки с обложки. Девочки, это что-то вообще невероятное, супер эффективное, супер результативное. Я, если честно, влюблена в эти тренировки. И сейчас вот уже я делала их месяц назад. И сейчас я повторяю по второму кругу этот курс. Потому что результаты мне настолько понравились. Я всегда себе хотела вот такую вот ямочку на попе. Вот такие вот рельефы на ножках. И с этой тренировкой они у меня действительно стали появляться. Я начала замечать, как у меня подсыхают ножки, уходят лишние объемы. Приобретают форму ноги, ягодицы. Очень классно прорабатывается. И тоже буквально 20 минут. И Таня очень мотивирует. Она прям, если честно, мастер в этом деле. Она каждый раз делает все с тобой. Каждый раз тоже показывает о том, что ей сложно и что ты не один. Так что к этим тренировкам особенно присмотритесь. Я прям обожаю их. И последнее, что я посоветую, это тренировка Анны Куркуриной. У нее тоже на страничке в ютюбе очень много всего. Вот такая вот тренировка на просушку ягодиц и ног. Поверьте, когда вы ее сделаете, у вас будет ощущение, что можно открутить просто ноги, положить их на полку и все. Потому что настолько изолируются и просушиваются мышцы в статике, что они настолько горят. Но представьте, насколько это работает. Я нашла такой классный лайфхак для себя тоже, как немножко отвлечь себя от этих тренировок. Потому что они все-таки очень медленные, очень такие скучные для меня. Потому что надо медленно садиться вниз 10 секунд, медленно подниматься наверх. Я включаю себе какой-то сериал, какую-то программу и про себя просто, либо же включаю таймер и про себя считаю эти 10 секунд. Потому что первое, например, упражнение нужно 10 секунд опускаться вниз, потом 10 секунд подниматься наверх. И то есть я просто считаю про себя и смотрю какой-то сериал, либо какую-то программу, что помогает мне нескучно проводить эту тренировку и с пользой. Так что вот такие вот тренировки на ножке тоже я делаю. Также я делаю в конце каждой тренировки растяжку, дабы растянуть мышцы, и они не так сильно болели, не была такая сильная крепатура. По поводу тренировок я закончила, рассказала. Есть еще у меня пару тренировок, но это я самое эффективное рассказала вам. Если буду находить что-то еще, то буду вам рассказывать. Теперь хочу сказать по поводу формы. На мне сегодня вот такая вот классная форма с Алиэкспресс. Я ее увидела, заказала сразу же. Она мне очень понравилась. Мне нравятся леггинсы с высокой талией. Постарайтесь тоже надевать какую-то красивую одежду, если у вас даже нету спортивного какого-то костюма. Просто какую-то более красивую одежду, потому что вы себе будете нравиться и этим же поднимать себе настроение, что немаловажно. Не тренируйтесь в растянутых трениках, в футболках. Это вам не принесет особого удовольствия. По поводу питания я тоже не диетолог, но расскажу вам свою историю о том, что я не особо люблю сладкое. Я очень люблю поесть, поверьте мне. Я люблю поесть на ночь. Я люблю поесть просто. И вообще я очень люблю еду. Да, я недавно поняла для себя о том, что мне очень хорошо помогает, если я не ем после 6 или после 8 вечера. То есть я не ем за достаточно долгое количество времени от сна. И я поняла, что мне очень хорошо подходит такой способ питания. Сейчас очень популярный интервальное голодание. Не бойтесь, что оно так называется. То есть вы 16 часов не едите и 8 часов едите. Если, например, вы начинаете свой завтрак в час дня, то последний прием пищи у вас в 8 вечера. То есть мне абсолютно подходит такое питание. Я абсолютно комфортно себя с ним чувствую. И я очень хорошо заметила, что вы питаетесь нормально. Понятное дело, что больше у вас должны преобладать свежие овощи, салаты. Делайте себе очень вкусные салаты. Я, например, делаю себе салат из салатных листьев, тунца в собственном соку и сыра феты. Это все перемешиваю. Это очень вкусно. И как в каком-то даже ресторане. Пытайтесь красиво сервировать себе блюдо на тарелке, чтобы вам хотелось это есть и вам приносило это эстетическое удовольствие. Когда я начала использовать вот это 16-8, я начала замечать о том, что я не то что худею, а у меня уходит именно прослойка подкожного жира. И я вижу, что вес у меня достаточно не сильно изменяется. Но в силу того, что я тренируюсь и придерживаюсь этого питания, то у меня действительно уходит именно жир. И, конечно же, самое лучшее и эффективное для похудения это считать калории. Это считать КБЖУ. Для того, чтобы вам похудеть, вам просто нужно рассчитать ваш рацион на день, калорийности, посмотреть и урезать его. Есть миллион сайтов, миллион советов. У Тани, вот у Ти Джим на канале тоже вот здесь вот я прикреплю видео. Есть тоже по этому поводу уйма всего. И вообще, вы можете просто реально заходить к ней на канал. И будут гайды по всему. И рассказывает она очень интересная и информативная. Я надеюсь, я вам была сегодня полезна. Рассказала небольшую такую свою историю. И поделилась то, что мне действительно нравится. И то, что действительно эффективно. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, то пишите их обязательно в комментариях. Все ссылочки будут внизу. Ну, а с вами была ваша Марина. Всем пока, всех целую.